Если у вас есть немного кислого молока, то я предлагаю вам испечь вот такой вот вкусный тортик. Досмотрите это видео до конца, чтобы не пропустить нужные моменты. Яйца, к ним я добавляю немного соли, хорошо перемешаю и добавляю стакан сахара. Теперь нам нужно будет взбить яйца до белого состояния и до увеличения в объеме. Вот так, такого белого цвета стали наши яйца. Выливаю сюда кислое молоко, можно взять кефир или простоквашу или любой другой кисломолочный продукт. Высыпаю теперь сюда соду. Все хорошо опять перемешаю и дам нашей соде погаситься. Сода вся погасилась, такая пышная у нас стала шапочка. Теперь добавляю сюда растительное масло. количество продуктов я напишу в описании под видео. Опять все хорошо перемешаю и теперь постепенно начну добавлять сюда муку. Мука у меня как всегда уже просеянная. муку буду добавлять частями. Как только все хорошо перемешается эта мука, значит буду добавлять другую и буду смотреть какой консистенции мне нужно тесто. Тесто у нас должно получиться как на оладьи, можно чуть погуще. Вот такое вот у нас получилось тесто. Немного погуще, чем на оладушке. Теперь тесто нам нужно разделить на две части. И в эту вторую часть я добавлю какао и немного молочка, чтобы у нас было примерно одинаковой консистенции тесто. Что белое, что черное. И опять все хорошо перемешаю. Тортик получается очень мягкий, очень нежный и очень вкусный. У нас теперь два вида теста, черное и белое. Я взяла фольгу и сделаю из нее вот такие вот полосочки. Разделю напополам. Еще напополам и еще раз напополам. Вот такая полосочка у нас получится. Теперь в центре разрежу не до конца, до половинки где-то. И точно так же сделаю вторую заготовочку. Форму смазала сливочным маслом. Форма 25 сантиметров. И укладываю наши заготовочки из фольги. То есть делаю вот такой вот крестик. Делен на четыре части. И теперь две половинки сделаю светлые. Две половинки сделаю из темного теста. И вот у нас получается две светлых, две темных. Здесь у меня белый шоколад и черный шоколад. Заливаю их горячим молочком. И теперь каждый шоколад нужно растопить. Растапливайте удобным вам способом. Пирог у нас выпекался 40 минут при 170 градусах. Убираю наши заготовочки из фольги. Полосочки вот эти. И точно так же вторую. Зубочисткой проверяю, готов наш тортик или нет. Если зубочистка выходит сухая, значит наш тортик уже готов. Даем ему остыть и вытаскиваем из формы. Вот такой у нас получился тортик. Разрезаю его теперь на две части напополам. И если он плохо остынет, то будет тяжело разрезать его напополам. Я растопила наш шоколад. И теперь в один пакетик выливаю белый. В другой пакетик выливаю черный шоколад. У меня кондитерские пакетики. Хорошо пропитываю наш нижний корж. Здесь у меня 200 миллилитров воды и 100 грамм сахара. Если не любите сильно пропитанные торты, то можете вообще не пропитывать его. Или сделать наполовину меньше. Теперь на черный корж я выдавливаю черный шоколад. С одной стороны и также с другой стороны. И на белый выдавливаю белый шоколад. Накрываю другим кусочком торта. И тоже хорошо пропитываю. Краешки я потом обрежу. И у нас будет ровненький тортик. И точно так же сверху наношу шоколад на черный-черный, на белый-белый. Вот так полностью закрываю весь черный кусочек торта нашим черным шоколадом. Сначала один, потом другой. Выдавливаю полностью весь шоколад. Оставлю совсем немножко для украшения сверху. На белый выдавливаю белый шоколад. Полностью заливаю белые кусочки. Вот так разукрасила я сверху черным шоколадом. Такие украшения сделала небольшие. Дадим тортику пропитаться хотя бы часика-два. И можно уже кушать. Белый шоколад попался не очень. Практически не видно, что там шоколад. Ммм, зато какой вкусный получился наш тортик. Просто-просто прелесть. Приятного аппетита. Спасибо за ваши лайки. Приятного аппетита. Продолжение следует. Продолжение следует...